Конец прошлого года для уссурийских суворовцев стал особенным. Увидела свет их собственное печатное издание «Детская газета». А началось все в сентябре, когда в расписание дополнительных занятий внесли новый кружок «Юный журналист». Я хотела создать какой-то небольшой печатный орган, чтобы дети видели там свои материалы, фотографии, фоторепортажи. Даже я, честно говоря, не ожидала, что у нас получится такая, ну как бы полновесная четырехполосная газета. И ребята знают, что я им говорила, что первые наши выпуски – это будет одна страничка. В итоге получилось даже две газеты. Старшие суворовцы издали свою под названием «Стимул». Ребята помладше озаглавили издание «Тигренок». Когда в руках оказалась красочная газета с фотографиями и авторскими статьями, да еще и такая объемная, признаются – счастью не было предела. Мы все обрадовались, ну, эмоций было очень много, потому что вот мы даже и не думали, что в этом году у нас выйдет газета. Все уже, ну, приуныли, можно даже так сказать. А тут бац и газета, все обрадовались. Ну, и, ну, начали шутить, что в Голливуд поедем, там, будем знаменитыми. Такой мозговой штурм здесь проходит два раза в неделю. Впереди февраль, наполненный знаменательными датами для военных и новый выпуск. Газетная журналистика пришлась по душе 30 суворовцам. Ребят, наша с вами задача – сделать фотографии для фоторепортажа. Будем делать с вами следующий номер газеты – фоторепортаж «Один день из жизни рубки». Они сами фотографируют, сами пишут статьи, придумывают рубрики и заголовки. Под чутким руководством наставника все труды оформляются в такое вот издание. Общественная работа, спортивные достижения, увлечения, победы и нововведения – вся жизнь училища теперь стала наглядной. У меня выходила статья «Мальчишки рисовали, собаки танцевали». Ее писала не один, со мной еще писали два человека. Конечно, первая статья, она всегда дается тяжело. Не все получалось. Мне нравится самому творить что-то. Я сам увлекаюсь стихами. Я знаю, что профессия журналиста, она довольно интересная, увлекательная. Ты едешь в разные места, знакомишься с разными людьми, узнаешь новые профессии. Была в Суворовском училище газетой раньше, выходила раз в квартал. Старались сами преподаватели. Стимулы «Тигренка» обещают издавать каждый месяц. А сегодня юные корреспонденты принимают поздравления. Ведь теперь и они имеют отношение к российской печати. Ольга Муравьева, Анатолий Молчанов, Телемикс. Анатолия Молчанов, Телемикс. Продолжение следует...